Итак, ребят, вот наша новая задача, и здесь опять что-то неожиданное сейчас будет. Смотрите, нам нужно найти значение этого выражения. И, естественно, мы первым делом думаем, вдруг уголочек красивый, и у нас получится сделать его обычным нормальным градусом. Человеческим. Мы пытаемся найти его, получается, мы знаем, что π это 180, поэтому 180 делить на 12, это у нас 15, 11 умножить на 15, это 165. То есть тут написано косинус 165 градусов в квадрате, а мы не в курсе, сколько это вообще. Мы такие, а, не знаем. Но тогда мы такие думаем, а вдруг у нас есть справочные материалы? И пытаемся здесь делать. Что мы видим? Мы видим, что мы можем отсюда вытащить 3 корня из 3. Тогда у нас останется 2 косинуса в квадрате 11 пятых. Или это если что, 11? Эти палки это 11. Типа вот эта палка это 1. Понятно? Вот. Итак, 11 пятых, 11 и 12 минус 1. Во. И мы неожиданно понимаем, что вот это, это оно. Понимаете? Кстати, почему это написано? Прикиньте, тут было все написано x. А вы ничего не сказали даже. Надо было... Тут вообще-то... Чего x-то? Вообще-то альфа должно было быть. Во. Вот это оно. Понимаете? И получается, что вместо вот этого, вот здесь вот, я могу написать вот это. То есть, 3 корня из 3 умножить на косинус... Давайте я напишу так вот этот раз. 2 умножить на 11, 5 делить на 12. Во. Тема. Итак, идем дальше. Давайте вот так я сделаю, типа, вот так вот. Так. 3 корня из 3. Это получается 11π делить на 6. А что? Куда косинус пропал? Погоди. Стоять. Косинус не написал. Косинус 11π делить на 6. Вот. Итак, теперь давайте опять думать. Тут немножко уже, типа, к новой теме переходим. Смотрите. Мы делаем все, как в прошлый раз. Мы пытаемся найти здесь целое количество π. Смотрим. Итак. Ну, давайте прям отдельно это сделаем. Косинус. Так, сколько помечается здесь π? Очевидно, π помечается здесь один раз. π. И у нас получается плюс 5π делить на 6. Вот. Это где? Это кто? Это, смотрите. π. Вот наш уголочек π, да? Плюс 5π на 6. Это почти π. То есть это, типа, вот здесь находится наш уголочек. Вот он, да? Вот. Только единственное, есть одно но. Смотрите. Этот угол можно еще раз сказать по-другому, в принципе. Можем сделать так вот. Косинус 2π минус π делить на 6. Правильно же? Потому что 2π это, это, сколько это? 12 шестых минус π делить на 6, это получается 11π на 6. То есть то же самое, да? Это одно и то же. Итак, смотрите, чуваки. Получается, это сколько? Это вот π плюс π делить на 6. Это получается π плюс 5π делить на 6. Это вот такой уголочек здоровенный. Либо это 2π минус π делить на 6. То есть это получается, ну, тоже вот такой уголочек. Давайте мы его обозначим, типа, его. Вот он, наш уголочек непонятный. Итак, теперь давайте мы с вами сделаем следующее. Если я хочу найти косинус, то я что делаю? Вот у меня мое значение, да? Вот, типа, этот. Мое значение... Как-то криво получилось, да? Как-то вот так вот получается. Вот, мое значение здесь косинуса. А у какого угла такое же значение косинуса? Вот у такого угла. Такое же значение косинуса. И теперь нам нужно, как бы, немножко задаться вопросом. А вообще говоря, как соотносятся эти углы? Тут, в принципе, немножко должно быть уже понятно, что этот угол такой же, на самом деле, как и этот угол. Они одинаковые. Вот так вот. И тогда получается, что вот это все то же самое, что косинус пи делить на 6. Вот. И тогда я могу это заменить вот здесь вот, да? 3 корни из 3 умножить на косинус пи делить на 6. Так. Косинус пи делить на 6. Это кто? Это косинус 30. До этого в табличке мы с вами делали, да? И у нас там было сказано, что косинус 30 это корень из 3 делить на 2. То есть 3 умножить на корень из 3 умножить на корень из 3 делить на 2. Так. А что получается? Корень из 3 умножить на корень из 3 это 3. 3 умножить на 3 это 9. 9 умножить на 2 это 4 с половиной. Вот.